Приветствую всех, меня зовут Владимир Дорохин, и это видео я записываю для своего нового интервью изданию Блокнот Воронеж. Как я открыл в себе талант пародиста? Все очень просто. На самом деле, смотрел очень многих пародистов по телевидению. Я сначала нулевых, а потом из интернета стали утекать некоторые видео известных политиков, но я отвечу, наверное, шуткой. Почему я начал пародировать знаменитости? Понимаете, артисты приходят и уходят, а некоторые политики, несмотря ни на что, остаются. К тому же, это, наверное, самый простой способ устроить карьеру, запомниться людям, стать известным. Всего представьте, за один звонок, куда надо, вы можете получить гораздо больше, чем если бы двигались вперед по жизни без данного умения. Поэтому всем рекомендую, даже если не получается. Пробуйте. Почему меня привлекает пародия именно на политиков и звезд? Ну, как-то у нас так исторически сложилось, что в России история не забывается. Было очень много у нас и режимов различных, и правителей. Было очень много ярких, харизматичных личностей. Ну, а глобально здесь можно ответить, наверное, так. Опять же, шуткой. По-другому не умеем или уже не воспримут. Существует в России очень много политиков. Все они, так или иначе, плотно вошли в нашу жизнь. От учебников истории до интернета, понимаешь, и даже до косвенных упоминаний на застольях. А застолья в России дело счастливое. Хорошее ли время, или опять кризис, неважно. И поэтому, наверное, пародии мои и популярны. Что когда понимают тост, обычно как говорят? Что вы, мы жили как при таком-то политике, или, наоборот, не жили как при таком-то? Ой, хорошо, что я уже умер, как Ельцин. Так, и третий вопрос. Кто самый, как там, смешной политик в Оранжской области? Надо еще за... Касательно вопроса, кто для вас самый смешной политик в Оранжской области? Я думаю, это решат со временем журналисты, а конкретно те, кто специализируется на журналистских расследованиях. Вот, это как бы решать не мне. Я с политиками, к сожалению, не работаю. И, может быть, наверное, даже не хотел бы. Но здесь могу ответить, с одной стороны, таким афоризмом. С другой стороны, опять же, шуткой в образе Владимира Вольфовича Жириновского. Мой первый и, наверное, самый любимый образ. Потому что можно всех критиковать как угодно, а люди только смеются и не обижаются. Вот лучше, знаете, делать пародии на политиков, чем делать пародии на политику. Вот это самое главное. Не важно, кто смешной. Не важно, кто грозный. Важно, чтобы людям, простым гражданам, было жить лучше. С каждого, вот, кто пришел в политику, и кто реально старается для общества, вот над ним нельзя смеяться. Как бы он себя не вел, понимаете. А так, люди, голосуйте умом, а не сердцем. И все у вас будет хорошо. И никогда вы не станете заложником плохого политика. А вообще, в идеале, голосуйте только за ЛДПР. Номер 7 в избирательном бюллетене. Не врать и не бояться.